День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Блиндажная часовня к Рождеству. Волонтеры ОНФ отвезли в зону СВО очередной гуманитарный груз. Окунуться в крещение. На Ореховом озере купель уже готова. Накануне грандиозной даты. Штрихи блокадного Ленинграда. Волонтеры Общероссийского народного фронта провели Рождество в зоне специальной военной операции. Путь из Рязани в Херсонскую область занял у них 40 часов. Активисты привезли гуманитарный груз и установили часовню в специально оборудованном блиндаже. Подробности у Кристины Бочкаревой. Ну что ж, мы добрались до места назначения. Почти двое суток рязанские волонтеры добирались до наших бойцов в зону СВО. Мясо, соленья, фрукты, сладости, бытовые вещи и одежда. Гуманитарный груз собирали на средства неравнодушных горожан. Все для того, чтобы устроить парням с передовой настоящий праздник. Ребят, длинные каникулы. Давайте Рождество, Новый год встретим дома с семьями, а Рождество встретим с нашими военными. Потому что они, по сути дела, стали уже второй семьей за эти два года, которые мы с ними, так сказать, сотрудничаем с ними на связи и окажем им поддержку. Рождество – прежде всего праздник православный. Идею блиндажной церкви поддержали и линии боевого соприкосновения. Связь с руководством части волонтеры держали на протяжении всего этапа строительства. Помогали и студенты молодежного крыла Народного фронта. Для того, чтобы оборудовать походную часовню, стройматериалы и церковную атрибутику везли из Рязани. Чуть-чуть. Вот, вот. Отлично. Представьте себе, на первом этапе работали, с одной стороны, там бойцы на передовой. Потому что часовня была организована в блиндаже. Этот блиндаж нужно было подготовить, нужно было выкупать, нужно было его обустроить в соответствии с определенными нормами, в соответствии с определенными канонами в том числе. Мы же понимаем, что есть каноны определенные, да, войти там с одной стороны, алтарная стена на другой стороне, да. Спасибо, Важная душа наша, при божестве прикрепиться и бессмертно помилу нас. При божестве прикрепиться и бессмертно помилу нас. Сейчас на передовой готовятся к еще одному православному празднику. В крещение, по традиции, бойцы окунутся в купель, которую предусмотрительно прорубили неподалеку. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сегодня ночью большой православный праздник – Крещение. Согласно церковному преданию, именно 19 января Иисус Христос вошел в воды Иордания, и на него с ней зашел Святой Дух в образе голубя. В этом году праздник пришелся на пятницу. Крещение – один из важных православных праздников. Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордань и явление Бога Отца. Отсюда, кстати, и пошло второе название для праздника – Богоявление. В эти дни проводят литургии, освещается вода. Тем не менее, к погружению в прорубь верующих не призывают. Это таинство не обязательно. Вообще смысл крещения немножечко не в воде. Но есть очень хорошая благочестивая традиция. Традиция радостная, традиция интересная. И традиция, позволяющая совместить и здоровый образ жизни, и духовные составляющие, духовные скрепы. Нельзя акцентировать внимание на каком-либо возможном гипотетическом прощении грехов во время купания. Это невозможно. И грехи Господь прощает только через покаяние, а не через омовение в крещенской купеле. Поэтому православным рекомендуют скорее посетить богослужение в храме и запастись святой водой. В доме следует прибраться, можно даже накрыть на стол и позвать гостей. А купание в проруби – это скорее по желанию. Да и специалисты советуют неподготовленным людям в холодную воду не заходить. На первом месте у нас идея освящения творения. Мы вспоминаем крещение Христова, погружение Христа в воды святой реки. И в знак этого погружения Спасителя, освящения, вот мы погружаем крест, образ креста Господня, воды и Ордани, воды, которую мы освящаем. Мы часто воспринимаем это как некое духовное торжество, как знак обновления творения и освящения творения. Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. И если набрать воду, то она будет такой весь год. В православии считается, что само слово «крещение» дословно обозначает погружение. Потому, дескать, люди и хотят окунуться в Ордань и выйти обновленными. Традиция эта скорее народная, чем православная. Потому спасатели напомнили, что от купаний следует воздержаться людям с хроническими и простудными заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям. А закаленным же следует перед погружением сделать легкую разминку или пробежку. А купаться следует в специально оборудованных для этого местах. И в продолжение темы. В честь крещения тысячи христиан ежегодно окунаются в прорубь, поскольку уверят, что этот процесс очищает от грехов. Православная Рязань в этом смысле, конечно же, не исключение. Традиционная прорубь на Ореховом озере уже готова. Где и когда можно будет окунуться, расскажем далее. Температура окружающего воздуха – минус 15 градусов. Температура воды немногим больше нуля. В ночь синоптики обещают настоящие крещенские морозы. До минус 20 градусов, естественно, температура воды тоже опустится. Однако, как и всегда, в Рязанцев это не остановит. Две купели, или, как они правильно называются, иордани, уже готовы. Пока к ним оборудован только деревянный помост. Сотрудники МЧС ставят палатки с работающими тепловыми пушками. Внутри можно будет как переодеться, так и согреться. Деревянный настил, как и в прошлом году, покроют сеном. А в ночь на крещение на вахту заступят спасатели и врачи. Все участники купания смогут бесплатно получить горячие напитки. На территории Рязанской области определено 37 мест проведения крещенских мероприятий. В течение дня проводится работа по благоустройству и оборудованию, в которой принимают участие в том числе и представители МЧС России. Силами 9-й специализированной пожарно-спасательной части на озере Орехово и города Рязани устанавливаются палатки для переодевания. Сотрудники ГИМС проверяют обустройство иорданий. Во время проведения купаний во всех местах спланировано дежурство оперативных служб. В Рязани крещенские купания по традиции пройдут на озере Орехово. В прорубь можно будет окунуться с 23.00 в 18.00 января до 2.00 ночи 19.00. В связи с проведением крещенских купаний уже в 21.00 ограничат движение транспорта на проезде речников от улицы Лесопарковой до остановок Речной вокзал и Лесопарк. Опять же, по традиции, всех желающих к озеру будут доставлять двумя автобусами от Площади Свободы до Орехового озера и обратно. С 1 января 2024 года для жителей Рязанской области был увеличен размер детских пособий. Это связано с повышением прожиточного минимума. Как сообщает Пресс-служба регионального социального фонда, теперь в регионе выплата составляет 13 747 рублей на ребенка и 14 991 рубль для трудоспособного взрослого. Кроме того, были увеличены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. Например, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет или ежемесячное выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет. С 1 февраля на 7,5% будет проиндексирован материнский капитал. Его размер на первого ребенка составит 630 967 рублей, на второго 833 800 рублей. Увеличится и остаток средств после частичного использования материнского капитала. Проверить сумму можно на портале госуслуг. Прокуратура Рязанской области организовала проверку соблюдения требований законодательства в здравоохранении. Основанием послужили публикации в СМИ о том, что один из медцентров отказался принимать больных коре у пациентов. Людям пришлось ехать в другой город. Предварительно установлено, что 15 января 2024 года 23-летний мужчина был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в инфекционное отделение Сассовской межрайонной больницы. Однако персоналом больницы ему было отказано в доступе в помещение под предлогом занятости врача-инфекциониста. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка правомерности действий сотрудников медицинского учреждения, а также решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Рязанский областной художественный музей приглашает гостей на выставку, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда. 27 января 1944 года – день полного снятия фашистской блокады Ленинграда, длившийся без малого 900 дней. Осмысление трагедии и подвига этого русского города в искусстве началось сразу и продолжается до сих пор. Выставка из фонда Фризанского художественного музея включает произведения мастеров, живших и творивших в осажденном городе. В их полотнах, гравюрах, литографиях виденное наяву. Помимо людей, героям произведений предстает и сам город. В записях очевидцев не раз встречаются слова о необыкновенной красоте безлюдного заснеженного Ленинграда. Рядом с нами живописное произведение Ярослава Николаева. В этом изможденном, измученном, истерзанном голодом мужчине художник изобразил самого себя. За ним и лежащим на снегу погибшим мы видим величественное здание. Оно узнаваемое. Это здание Академии художеств в Санкт-Петербурге. Эта выставка посвящена одной из самых трагических и героических страниц истории нашей Родины. В графических листах лицо самого города. Не только жителей, но и Ленинграда, который в эти годы выглядел торжественно и грозно. Таким он и смотрит на нас с этих полотен. Те, кто пережил суровую зиму с 1941 на 1942, весной встали на расчистку улиц города. И среди них оказался художник Пахомов. Во время работ, тяжелейших работ, он присматривался и задумывался о том, что будет изображать. На оборонительных работах так называется произведение мастера Серова, который во время блокады занимал постпредседателя Ленинградского союза советских художников. Он проявил себя как незаурядный, очень организованный, талантливый и мужественный человек. И центр находился на улице Герцена. Многие художники, многие мастера приходили туда. Для художника Шеленговского представленная на выставке серия стала последней. Он не пережил голода. Камерная небольшая выставка «Дорога жизни» между тем производит неизгладимое впечатление. Здесь, в этом зале, фраза «Связь времен» звучит, наполняясь особым смыслом. Выставка будет работать каждый день, кроме понедельника, и первой пятницы месяца с 11 до 19 часов. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова